здравствуйте дорогие друзья у меня сегодня мастер-класс по плетению вот таких летних сережек кому интересно оставайтесь на канале вот такие серьги я сплела они выглядят очень интересно они легкие красивые вот эти я плела из рандели 2 на 3 миллиметра и у меня здесь тоха бисер 15 получились такие небольшие сережки можно взять бусины 3 на 4 миллиметра я буду показывать конкретно вот на этих здесь значит бусины 3 на 4 миллиметра и бисер тоха одиннадцатый можно взять и 10 чех можно думаю взять бусины и 3 миллиметра можно попробовать и 4 в общем что у себя найдете можно попробовать я буду плести вместе с вами вторую пару вот этих сережек давайте приступим плела я на лески на вот такой отрезаем метр двадцать лески и начинаем работу первый набор вот такой три пары бисер и бусина плела одним концом спускаем на другой конец и завязываем узелок оставляю я сантиметров 15 чтобы потом можно было заделать вот вначале получаем мы такой рисунок проходим рабочей леской рабочим концом через бусину и идем дальше набираем бисер бусину бисер бусину бисер вот и проходим с с обратной стороны той бусинки вот что у нас получается и вот так по кругу мы выполняем цветочек на самом деле мы к получится наверно длинная хотя можно сразу понять как это плетется но скорее всего этот узор не для начинающих все таки опять набрали вот у нас леска проходим с обратной стороны и вот так по кругу мы выполняем цветочек у нас должен получиться здесь видите уже половина как бы есть вот у нас леска проходим через бусину бисер и через эту бусину и опять выполняем тот же набор вот у нас лес набрали то же самое вот леска выходит из бусины проходим с обратной стороны вот так идем по кругу сейчас проходим через бисер и через бусину и натягиваем каждый раз хорошо чтобы все получилось у нас туго опять набираем то же самое вот пока что у нас набрали вот так вот проходим можно сразу наверное через эти пройти давайте попробуем чем по ходу плетения вы освоитесь всегда нужно выходить через вот эту центральную бусину который смотрят середину вот так вот прошли так и смотрите в середине должно быть 6 бусин по моему это уже вот последняя бусина и для того чтобы закончить круг здесь не хватает бисера набрали этот бисер и вот соединяем начало и конец проходим через эту бусину вот изнутри мы соединили остается соединить край для этого набираем бисер бусину и бисер с краю вот такой набор и сейчас делаем круг проходим так вот можно через бисер лучше сделать полный круг вот первое первая деталь у нас готова можно один круг выполнить еще здесь чем больше пройдете тем лучше конструкция будет более такая прочная вот сейчас я продвигаюсь к середине и вот эти центральные бисеринки я прохожу раза два вот видите здесь 6 они разбросаны их надо соединить поэтому по ним я делаю круг вот я прямо два раза прохожу у меня леска достаточно тонкая я леской 0 3 не пробовала может быть и так можно можете попробовать как-то я не люблю толстую леску вот ну я вот несколько раз прохожу по внутреннему кругу вот у меня хвостик вот рабочая леска сейчас я вот так прошла выхожу через эту бусинку через бисер и через крайнюю бусину чтобы продолжить работу вот у меня рабочие рабочий конец лески а это вот начало сейчас давайте мы избавимся от этого начала сюда одеваю иголку так проходим вот у нас это леска выходит как бы с бусины надо выполнить проход через бисер здесь у нас для вот такого круга не хватает четырех бисерин набираем эти бисерин набрали и делаем круг здесь у нас будет установлена швензы смотрите вот такой круг и укрепляем его несколько раз проходим потом отрезаем где-то завязываем в общем заделываем этот конец я вот так вот несколько раз прохожу по этому кругу поняли наверное да я наверное вот два раза прошла еще раз пройду и избавлюсь от этого хвостика оформили этот конец теперь берем рабочую нить она у нас выходит из этого из этой бусины видите да набираем у нас тот же самый набор и проходим через обратную сторону начинаю формировать следующий цветок у нас все плите не состоит из таких вот цветочков так проходим дальше через бисер и бусину проходим и опять то же самое набираем нужно хорошенько натягивать так набрали и с обратной стороны бусинки теперь проходим через бисер и бусину и вот так же по кругу двигаемся вот так вот набрали круг вот видите у нас уже второй цветок здесь формируется вот давайте встретимся вот здесь завершили круг и посчитайте вот внутри вот таких бусин должно быть 6 у меня уже 6 набираем один бисер и точно так же замыкаем как мы это делали в первом цветочки с внешней стороны набираем бисер бусину и бисер вот так вот набрали и продвигаемся к центру вот все мы выполнили второй цветок сейчас нам нужно еще раз вот по этому кругу пройти и этот круг пройти закреплять я прошла посередине и смотрите что касается вот этого места я сейчас туда пройду леской и тоже там сделаю круг вот здесь у нас 4 бисера а надо чтобы в круге было 6 то есть по направлению я вот так пройду наберу недостающие 2 бисера и тоже сделаю круг вот я два бисера набрала и по ним выполню круг этого можно не делать вот смотрите тоже пройду несколько раз вот где у меня вот эти сережки я вот тут не проходила видите так тоже можно ну а здесь я все таки вот такой правильный ромбик сделала вот эти места вот прошла после того как оформили вот здесь нужно пройти к вот этой бусине смотрите откуда вышло но петля и мы проходим вот через эту бусину набираем тот же набор и начинаем формировать следующий цветок вот с обратной стороны вот что у нас получается здесь теперь проходим через бисер и бусину и тоже по кругу двигаемся тоже набираем бисер бусина бисер бусина бисер и идем по кругу тут главное понять принцип плетения вот опять то же самое и вот так вот по кругу вот я замкнула в круг сейчас остается соединить взяла один бисер вот он у меня где-то вот один бисер я тут набрала прошла вот так вот через бусину сейчас тут немножко нужно подумать соединить смотрите здесь вот не достает нам одного бисера набираем этот бисер проходим вот так вот и с внешней стороны тут тоже не хватает одного бисера набираем его и проходим вот сюда мы делаем такой круг вот немножко запуталась вот сейчас остается нам закрепить вот этот круг несколько раз я прохожу на два раза потом прохожу сюда и здесь делаю несколько кругов потом выхожу сюда и вот симметрично с этим тоже делаю круг когда это все проделали нам нужно пройти по бисеринкам по бусинкам и выйти вот здесь вот из этой бусинки у меня выходят леска видите и набираем тот же вот набор начинаем выполнять следующий цветок он наверняка уже будет последний вот и точно так же делаем здесь круг через бисер бусину проходим набираем опять вот тот же набор с обратной стороны бусинки вот опять то же самое набираем набрали в общем то же самое здесь по кругу идем вот видите нужно двигаться к центру здесь и опять то же самое набираем и встретимся давайте вот здесь вот внутри у меня 6 бусин вот этот круг посчитали набрали один бисер сейчас проходим вот сюда набираем еще один бисер потому что вот в этом круге нам не хватает одной бисеринки набрали вышли вот так вот здесь набрали тоже один бисер и прошли вот сюда чтобы завершить этот круг тоже тогда у нас получается полные гармонии сейчас вот так прошли смотрите нужно закрепить сначала вот этот круг я сейчас пройду потом пройду сюда вот тут закреплю потом выйду сюда здесь сделают две бисеринки добавлю сюда пройду тоже две бисеринки добавлю круг потом выйду сюда и сделаю вот точно такой же круг как здесь я уже это показывать не буду это очень просто просто надо петляйте пройти все это проходить вот такие у меня получили стеки вы можете для точности посчитать вот эти вот кружочки их должно быть в центре 6 если вы правильно все плели ну чтобы не запутаться вот туда плетение немного муторное но она очень даже интересное тут не только сережки можно плести можно и браслеты в такой же технике вот и можно под любой наряд вот так вот подогнать цвет я вот выполнил у меня есть такое платье сине желтое как раз она вот летние вот ну можно более такой нежный вариант выполнить по размеру если сравнить так получается но тут вот эти рандыли меньшего размера ну все девочки я с вами прощаюсь до следующего видео пока пока пока